Нет ли просрочки в силе товара и услуги надлежащего качества, есть ли уголок потребителя – вот главные критерии проверки всех торговых объектов. Инспекция народного контроля объединила более 60 неравнодушных жителей. Все они прошли обучение и получили удостоверение. В добровольные рейды по магазинам и салонам города и района активисты выходили практически каждый день. «Процентов 25 нарушений есть. И таких, что даже есть лицензия на алкоголь просроченная. Нарушения, да, пыль. Обвеса есть очень много в магазинах, оказывается. Не подумала, что сейчас даже до сих пор этим занимаются». Только Ирина Чистякова за два месяца работы посетила 130 торговых объектов. Многие предприниматели, по словам инспектора, оперативно исправляли все недочёты. А значит, труд команды народного контроля оказался не напрасным. Кстати, работы в последнее время у инспекции прибавилось. К привычным критериям проверки добавился контроль соблюдения правил безопасности – дезинфекция помещений, дистанция и масочный режим. «Спасибо большое за активное участие. Тоже проведено очень много проверок». Самым активным – благодарность и приятные сувениры. Реализация проекта была запланирована на год. Время истекло, но останавливаться инспекторы не намерены. Защита прав потребителей Югры направила свою идею на конкурс президентских грантов. «Права потребителей актуальны всегда. На сегодняшний день есть масса нарушений. Это мы видим по ежегодному докладу Роспотребнадзора, что нарушения не прекращаются. Естественно, что наши проверки с административными наказаниями различными, они приводят к большей дисциплине торговые точки, торговые объекты». В планах расширить сферу деятельности. Общественный совет Нефтьюганска пригласил народных инспекторов на подмогу, а именно контролировать работу жилищно-коммунального комплекса. Активисты согласились. Добавим, присоединиться к общественникам могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в Организацию защиты прав потребителей Югры и пройти обучение.